Добрый вечер, как обычно, по понедельникам в студии телекомпании RFIP, программа «Про власть». Меня зовут Олег Русских. В отличие от обычных выпусков, сегодня мы выходим в записи. Совершенно техническая история. Я вас уверяю, что разговор от этого не станет менее интересным. Как обычно, мы приглашаем сюда представителей разных ветвей нашей власти, либо представительные, исполнительные, может быть, даже судебные появятся, для того, чтобы понять, насколько им эффективно работаются в условиях достаточно жесткой российской политической системы. На днях у нас парламент будет рассматривать вопрос о бюджете на следующий год. И, соответственно, совершенно логичным выглядит приглашение в эту студию министра финансов правительства Пермского края Ольги Антипиной. Ольга Владимировна, добрый вечер. Здравствуйте. Я понимаю, что про бюджет это штуки такие, они очень для населения всегда трудные, для людей. К сожалению. Почему к сожалению? Ну, хотелось бы, чтобы, поскольку это бюджет всех, хотелось бы, чтобы все население разбиралось в бюджете. Меня всегда интересовал вопрос, можно ли вот как-то бюджет, ну что ли, разложить на такие составляющие, чтобы было понятно, ну я не знаю, ну, не только специалистам, финансистам и интересующимся журналистам, но скажем, журналистам не интересующимся, например. Это реально вообще? Мы считаем, что это реально, и мы поставили перед собой такую задачу и запустили уже проект «Понятный бюджет». Это что такое? И надеюсь, что в скором времени нам удастся разместить на своем сайте или на отдельном сайте, пока это мы еще не решили, бюджет в понятной для людей форме. Комиксы? Ну нет, почему? Нет, ну почему? Может быть, это было бы интересно. Интерактивная игра «Распредели финансы Пермского края». Кстати, и такую тему мы тоже хотели бы на этом своем сайте, в этом представлении сделать. Мы увидели эту идею, не нашу оригинальную идею, мы ее увидели в Англии. На самом деле, честное слово, чтобы, я думаю, что любому было бы интересно показать, когда видно ограниченность. Да, да. Вот именно это мы хотели бы донести, ограниченность наших ресурсов общих и то количество проблем, которые мы должны решить за эти деньги. И, может быть, родятся какие-нибудь идеи у людей, как же все-таки эти проблемы можно решить в условиях ограниченных ресурсов. То есть, есть такая идея, и мы уже приступили к ее реализации. Надеюсь, что в следующем году мы это сделаем. Слушайте, это будет действительно интересно. А теперь уже вот, да, вот теперь попробуйте пока на словах, да, про понятный бюджет. Давайте с самого основного, прежде чем к статьям, к каким-то важным вопросам, про идеологию. Правильно ли я понимаю, что и в будущем году Пермский край будет занимать деньги? Это вероятно. Этого бы очень не хотелось, но вполне вероятно, что это может случиться. Мы никогда не исключали такого варианта. И даже в благополучные годы наш бюджет формировался с дефицитом. Не буду останавливаться на технических подробностях, почему это происходит. Но, тем не менее, бюджет в Пермском крае с дефицитом был практически всегда. Действительно, в последние годы в качестве источника закрытия этого дефицита появились в большей части кредиты. То есть, кредитов стало больше, чем остатков средств, за счет чего мы можем себе позволить жить. Но мы ведь пока не занимаемся. Пока мы не занимали. У нас есть долгов, таких займов 500 миллионов рублей. Это займы, которые мы сделали у Федерации. И займы, я бы так сказала, достаточно технические. Они были сделаны специально на строительство дорог. Кассовый разрыв это называется. Да, не совсем кассовый разрыв. Но поскольку Федерация давала деньги и под символические проценты, мы всегда считали возможным такие источники привлекать. На самом деле, я должен вам сказать, что у Федерации, если есть возможность занимать, занимать надо всегда. Друзья мои, вам такие проценты по кредитам не снились точно совершенно. Под какие наши российские государства иногда имеют возможность кредитовать региональные бюджеты. Да, это меньше 2%. Ольга Владимировна, вот смотрите. Некоторое время назад известный и вам, и в Пермском крае вообще экономист Юрий Белоусов опубликовал большую статью по бюджету Пермского края. И в частности, он говорит, что у бюджета поменялась идеология. То есть, мол, раньше доходная часть бюджета формировалась из самых пессимистических ожиданий. А теперь, мол, бюджет верстается на основании самых оптимистичных оценок. И, соответственно, как бы и подходы изменились, и результат может быть другой. Вы согласны с этим утверждением? Я бы не сказала, что это так. Потому что, как мы формировали свой бюджет, исходя из умеренно оптимистичных сценариев развития, так мы его и формируем. Точно так же сформировали и в этом году. Другое дело, что если в прежние годы сценарии развития экономики строились, так скажем, достаточно консервативно, и происходило это, ну, по крайней мере, до 2009 года в условиях роста экономики, то сейчас несколько иная фаза в развитии экономики. И часто случается так, что первоначальные сценарии, они впоследствии, их показатели ухудшаются. Вот, наверное, сейчас как раз такая ситуация, когда мы сформировали свой бюджет, исходя из сценарных условий июля месяца, июня-июля, из майских установок Министерства экономики Российской Федерации. А сейчас Минэкономразвитие ухудшил показатели эти сценарные. И, безусловно, сейчас экономисты Пермского края переложат эти сценарные условия в условия Пермского края. И я не исключаю, что отдельные показатели бюджета также будут снижены. Скажите, пожалуйста, ну, вы, понимаете, что вы должны быть очень осторожны в высказываниях. Очень. Скажите, пожалуйста, ваш прогноз экономической ситуации в Пермском крае вот на следующий год, она как будет развиваться? Мы можем ждать улучшения или, скорее, нас ждет то, как говорят в программах аналитических центральных филигородов, негативные тенденции или там как-то инвесторы ждут неблагоприятного исхода. Вам как кажется? Бюджет Пермского края очень зависим от двух отраслей. Это нефтедобыча, переработка и добыча колейных удобрений, производство колейных удобрений, добыча калия. Поэтому ситуация с бюджетом будет развиваться практически так же, как будет развиваться ситуация в этих отраслях. А они, к сожалению, тенденция в них формируется не в России или, так скажем, в основном не в России. Это тенденции мировых рынков. И вот как себя там поведет производитель, покупатель, продавцы? На мой взгляд, очень сложно предсказать. Я бы не взялась за такую оценку, поскольку я не специалист по этим рынкам. Но хочу сказать, что точно знаю, что если ситуация ухудшается в этих отраслях, примерно с лагом в 4-6 месяцев мы это чувствуем на бюджете. Точно так же, если ситуация улучшается, то с лагом в 4-6 месяцев это сказывается на доходах бюджета Пермского края. Поэтому мы напряженно следим за тем, что происходит, и пытаемся своевременно реагировать, носить изменения в бюджет. Например, в этом году у нас уже такая ситуация была, когда по итогам 2012 года, бюджет уже на 13-е был сверстан, но по итогам 2012 года мы предложили депутатам сократить доходы и расходы бюджета. Именно в связи с неблагоприятной ситуацией в этих отраслях. Я думаю, что наш бюджет точно, внесенный бюджет, это не последнее слово. Не последнее? Не последнее, нет. Спрашивать о том, как уменьшить зависимость, надо не у вас, а у соответствующих министров, возглавляющих другие ведомства. А к вам, собственно, наверное, естественный вопрос, более, я так понимаю, затрагивающий большую часть наших телезрителей. Это вопрос о социальных обязательствах, о повышениях зарплат на следующий год. Насколько я понимаю, здесь-то как раз цифры более-менее оптимистичны, правильно? Да, здесь все понятно. Так называемые дорожные карты составлены еще более чем полгода назад, и мы знаем, каких цифр мы должны достигнуть в каждой точке временной, и знаем, сколько это нам будет стоить. Можно несколько примеров цифр, для того, чтобы понять, как будет меняться картина с зарплатами на протяжении 2014 года? В следующем году мы ожидаем, что средняя заработная плата в экономике будет более 27 тысяч рублей. В экономике или в бюджетной сфере? В экономике 27 тысяч рублей, и у нас есть обязательства в соответствии с указами президента к этой средней заработной плате в экономике стремиться в разных отраслях. Это точно цифра должна быть у педагогов в школах. Такая зарплата, и в связи с этим мы ожидаем, мы заложили в бюджет повышение заработной платы, средней заработной платы в школах в среднем на 14%. Подождите, 27 тысяч? Да. Это вот оклад 27? Или как? Заработная плата. То есть это все вместе? Да. Все вместе? Заработную плату входит. Это средняя заработная плата у педагогов. У педагогов в дошкольных образовательных учреждениях зарплата должна быть равна средней по школам в целом. По отрасли? Да, по отрасли. То есть они, по идее, должны постепенно приближаться где-то к этой же цифре? Она пониже, конечно. Это будет пониже, это в рамках порядка 24 тысяч рублей, такая должна быть средняя заработная плата. И это тоже увеличение произойдет на 14-15% в дошкольных образовательных учреждениях. Это точно произойдет, мы в следующем году можем это гарантировать, потому что со следующего года это обязанность наша, субъекта Российской Федерации, плачевать заработную плату педагогам в дошкольных учреждениях. И средства в полном объеме предусмотрены, это более миллиарда 300 миллионов рублей, только на повышение заработной платы пойдет педагогам в дошкольных учреждениях.